Кадыров никаких территорий не отбирал. Чечня никому ничего возвращать не должна. Чечня, наоборот, должна забирать свое. Тумсо Кубань украинцы считают своей территорией. Россия своей. Я считаю это территорией Кавказского Эмирата. Машину какую купил Тумсо Кубань? Мне не нужно покупать машину, брат. У меня очень хорошие друзья. У них у всех есть машины, поэтому в нужный момент у меня всегда есть машина. И мои друзья, я убежден в этом, они лучше, чем друзья Чемаева. Они уже зарекомендовали себя с хорошей стороны. В момент, когда была ситуация гораздо более серьезная, чем произошедшая у Чемаева. И когда я позвонил и позвал своих друзей, они приехали, не задавая никаких вопросов, моментально отреагировали. Поэтому в этом плане я еще раз хочу спросить Чемаева, ты отдаешь ли ты себе отчет, кого на кого ты променял? Тумсо с Чемаевым пересекался в Швеции? Если встретишь, что ему скажешь? Нет, я никогда не пересекался. Если встречусь, наверное, спрошу на него по поводу действий его новых друзей, как он считает, достойное ли это поведение. На мой взгляд, недостойное. Я бы не хотел, чтобы меня окружали такие друзья, которые в момент какой-то атаки на меня будут стоять, удивленные, смотреть. Я бы хотел, чтобы рядом со мной был друг, который просто не задумываясь, начнет меня защищать. А потом уже будет только разбираться, что там произошло, кто там прав, кто виноват. Это уже следующий этап, понимаете, когда уже все, дым рассеивается. Но когда вот эта атака на тебя идет, в этот момент он должен просто броситься на защиту. Томса, а ты не думал о том, что, возможно, Хабиб, Чемаев и другие именитые бойцы поддерживают твои взгляды, но по определенным причинам не могут об этом говорить прямо и открыто? Я так не думаю. Навряд ли человек, поддерживающий мои взгляды, будет обниматься с Кадыровым. Ну нет, это очень серьезное противоречие. Может быть, там, в каких-то вопросах они будут. Например, сейчас Чемаев может быть согласен со мной, что друзья у него ненадежные. Я думаю, этот случай ему это, конечно же, показал. Но чтобы, в принципе, вести такой образ жизни, это навряд ли. Если же мы будем говорить про Нурмагомедова, про них, то здесь, конечно, можно сказать, да, ближе, так как они раньше был близок с Кадыровым, сейчас вроде бы как-то там разошлись, можно сказать, что вот эти вот встречи там с ними, то есть, допустим, проходят, что это такая вот вынужденность. Но я задаюсь другим вопросом. Ведь это человек, который очень серьезно финансово сегодня обеспечен. Он не нуждается в том, чтобы вести вот эти вот все игры. Вообще не нуждается. Он может в любой момент давно взять там всю семью, всех своих близких, когда-либо свалить оттуда, чтобы не продавать честь, совесть. Понимаете? Если человек этого не делает, то значит он, либо он, ну, недостаточно в нем стержня, да, для этого, либо он, в принципе, не разделяет такие взгляды. Тумсу, дай коммент по поводу ОАЭ. Зачем это харам устраивать бои? Это запрещено по исламу. И я не знаю, зачем это. Это чтобы развлекать публику, брат мой. Это тебе надо у них спросить, зачем они это делают. Как бы цель, она понятна. Они развлекают нас и тем самым зарабатывают деньги. Но вот зачем они именно такой вид заработка для себя выбрали? Это надо у них спросить. Тумсу, один дагестанец тут, который вечно топит за унитарное государство, писал, что после освобождения Кавказа тебя следует судить по шариату, за наговор на имама Шабеля. Такое вообще возможно? Ну, у некоторых людей, к сожалению, возможны такие вещи, но они сами под себя, на самом деле, копают. Потому что это... Чем они тогда лучше тех режимов, которые сегодня существуют? Если человек объективно высказывает какое-то мнение, не просто основанное на том, как он чувствует, как ему кажется, а он берет конкретные факты, опираясь на эти факты, делает выводы. И если за это, за такое мнение, они собираются человека судить, его наказывать, ну тогда что они могут сказать про Россию сегодняшнюю, про эти режимы, про Кадырова и так далее? Они тоже делают, значит, то же самое. Они судят, наказывают тех людей, которые, на их взгляд, высказывают неправильное мнение. Вот им так кажется, оно, это мнение противоречит их точке зрения. И они за это наказывают. Тогда, в принципе, получается, именно вот такие люди, они заслуживают сегодняшний режим. Понимаете, если нам что-то не нравится, если в этом нет преступления, то мы не можем за это судить, от того, что нам не нравится что-то мнение. Ладно, меня за что с меня спросят? За что меня отдадут под суд? За то, что я просто не считаю его героем? Ничего как бы плохого о нем не говорю. Просто говорю, для меня он не герой. То есть, я могу сказать, что Хампаш для меня не герой. За это меня тоже, значит, можно судить. Понимаете, это же полный абсурд. Ладно, меня вы будете за это судить. А Масхадовым, что мы тогда сделаем? Масхадов, я-то просто сказал, что он для меня не герой. А Масхадов сказал, что он замуж за русских, вышел. Что мы тогда сделаем с Масхадовым? Давайте задним числом тогда его посмертно будем судить? Нет, конечно, это глупость. Почему ЧССР распалась? Потому что чеченцы хотели всегда свободы, а ингуши принимали стороны России? Нет, давайте не так будем это формулировать. Ты, наверное, имел в виду, почему распалась Чеченская Ингушская Республика. На тот момент уже мы были ЧИР. То есть, чья СССР была преобразована в чеченную Ингушскую Республику. А почему чеченцы с ингушами разошлись? Они не добивались своего суверенитета вместе. Ну, так решила элита ингушского народа, на самом деле. Это их решение, оно у них было по-своему мотивировано. Насколько оно было верно или нет, это решать сегодня уже ингушскому народу. То есть, это не мы должны сейчас давать оценки этому. Если бы мы к этому пришли, шли бы к этому вместе, мы были бы, конечно, рады. Но, если народ Ингушетии решил иначе, это их право, это их решение. И как оно на них повлияло, то есть, благо это для них или же нет, это пусть они у себя решают. В том, что в будущем Чечня вернет Ингушетии, отобранные Кадыровым территорией. Кадыров никаких территорий не отбирал. Чечня никому ничего возвращать не должна. Чечня, наоборот, должна забирать свое. Сегодня есть часть, до сих пор есть часть исконно чеченских территорий, которые, к сожалению, находятся в административных границах других республик. Кадыров ничего у Ингушетии не забирал. Это как раз-таки Ингушетия в свое время часть территории втихую присвоила. Кадыров просто восстановил в этом вопросе справедливость. Поэтому, конечно, Чечня никому ничего возвращать не должна. Но что там будет в дальнейшем, мы не знаем, что там может произойти. Это уже все будет зависеть от того, по какому сценарию пойдет наш народ. Кого мы изберем, поставим во главе себя. Если мы поставим тех людей, которые будут защищать интересы нашего народа, нашего государства, то ни клочка земли мы никому отдавать не будем. Наоборот, будем возвращать. Постоянно будем претендовать на те территории, которые незаконно отторгнуты от чечений. Говорить о том, что мы там кому-то еще что-то возвращать должны, это верх несправедливости. Тумсо Кубань украинцы считают своей территорией. Россия своей. Я считаю это территорией Кавказского Эмирата. Дай свое мнение об этих землях. То, что принято у россиян называть Кубанью, это территория Кавказа. Не Эмирата, а Кавказа. Это Кавказская территория. Это в основном территория черкесов, преобладающих в большинстве. Поэтому нет, конечно, ни украинцы, ни россияне или русские не могут, по идее, на эту территорию претендовать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»